Конкурс молодых работников ММК «Горячие парни горячих цехов», стартовавший в мае, добрался до своего финального этапа. Напомним, его участниками в этом году стали 8 команд из разных структурных подразделений комбината. Свои навыки конкурсанты демонстрировали в строевой ходьбе, сдаче норм ГТО, состязаниях капитанов. А на финишную прямую им предложили блеснуть еще и своими творческими способностями. Посмотреть, что же в итоге сотворили молодые металлурги, захотели многие. Коллеги, друзья, родственники устроили в Левобережном дворце культуры металлургов настоящий аншлаг. Самые азартные тут же вливались в ряды болельщиков, чтобы в случае чего прямо из зала подбодрить конкурсантов. Заключительный этап конкурса потребовал от пяти команд финалистов самой длительной подготовки – два с половиной месяца. Он будет состоять из трех частей. Это первая часть «Мы и профсоюз», вторая часть финального конкурса, она называется молодежь в жизни страны, и третий этап – это творческий. Цель вот этого этапа была показать, что наши ребята еще и задорные, они веселые, они творческие и креативные. Я желаю всем участникам честной, бескомпромиссной борьбы, смелости, вдохновения, удачи, судьям, объективную и беспристрастную оценку, а всем нам вместе прекрасного праздника. И праздник получился. Кто-то раскрывал конкурсные темы в лучших традициях КВН, высмеивая как перекосы в работе, так и собственные страхи. Товарищи, ну посмотрите сами, что у меня может тут еще звенеть, не понимаю. Мы требуем сокращенную рабочую неделю. Мы требуем улетения и отпуска. Дайте я скажу. Мы требуем... Блин, мужики, шутер, мальчики. А кто-то сумел превратить плюсу жизни в поэзию. И заметит на площадке все опасные места, замечания запишет, пожелания передаст и поможет работяке заработать стаж без травм. Сами писали, сами сочиняли. Совместно, это вот чисто совместно. У Сумарсия разношелся, мы ребята, все как-то по первене делали свои... Показывали свой характер, но когда осознали, что очень сильные, ответственные конкурсы, и то, что мы в первый раз нашли финал, мы все объединились, поняли друг друга и начали выступать уже слаженно. Помимо творческого потенциала, именно слаженная командная работа и стала одним из главных критериев при выявлении победителя конкурса. Им единогласно была признана команда ООО «Ремпульс», получившая от правкома ММК сертификат на сумму 45 тысяч рублей. Вторыми стали представители ГОПА. Третье место досталось сборное управление главного энергетика. Не остались в стороне и болельщики. Помимо массы положительных эмоций, самые активные из них представители «Ремпути» получили еще и ящик апельсинов. Елена Ткач, Татьяна Артеменко, Василий Бабердин, телекомпания «ТВИН».